всех приветствуем ну что погнали дальше изучать что происходит в изи христиане а вот эти вот домики собственно это на плюс 6 природной брони да даже на плюс 7 у тебя на плюс а нет у тебя амулет глубоких корней он также дает настоящими воспримечивость боевым маневром ну я дам коню его пока чё остальные у меня не носят такие же амулеты пусть пока полежит тогда на лучших времен так сказать ух ты там мы еще наверно побываем да как они пойдут так давайте торопиться не будем раз вам все равно идти через эту локацию вы матча сначала посмотрим все здесь что вообще происходит смерх и а это не та которая слепая была у них кто здесь чужак я узнаю твои шаги слепая женщина с копной темных волос поворачивается в вашу сторону ты командор крестоносцев который помог нам сбросить гнет демонов я гесмера древодея помнишь меня ну да я тебя помню но давай-ка ты расскажешь кто такая и ну и по и конечно ты никогда не нравилась или путь роя пожрать ее просто нафиг я гесмера древодея рещица по дереву скульптор если говорить по вашему мастерство которым я владею дается не каждому мы древодеи не считаем дерево просто материалом мы не мастерим из него что-то но даем дереву новое рождение раскрываем его красоту в новой форме наша деревня была под властью иллюзий когда ты пришел к нам мы видели демонов как обычных людей а людей как демонов демоны обманывали наши глаза но я слепая и смотрю сердцем я открылась тебе указав на мархивока который помогал демонам хранить эти иллюзии ты победил его в бою но оставил ему жизнь с тех пор он правит нашим кланом она замолкает прислушившись а затем шепчет не могу это объяснить но мне кажется что мархивок снова что он как-то изменился в последние несколько недель он стал добрым открытым я рада этому изменению но одновременно но меня пугает с тех пор как наша деревня вернулась к жизни у нас появились некоторые предметы на продажу о ну-ка давай вот это вот это другое дело так тогда шлёп а нет по алфавит пожалуйста тогда чем эти даем возвращение к жизни у меня 110 штук отлично всякое воскрешение а стоп а вот воскрешение у меня мало 15 блять как селектор этот запустить о через shift он запускается 700 тысяч просто безумие восстановление высшее да я думаю нам даже 59 не надо наверно так дальше ингредиенты всякие но давайте так посмотрим посохи колец нету куча ингредиентов слитки девятого круга набор алхимика восходная аптечка козь динозавра бриллианты так алмазная пыль вот это уже интереснее у меня алмазной пыли 2 косаря нормально я все возьму нормально вот в лям уложимся нам вообще с лихвой этого хватит более чем он будет конечно обидно если я найду кучу каких-нибудь предметов которые захочу купить в магазине придется тогда инвентарь перебирать на продажу и думать черт этого мне не нужно например чешуйчатый доспех за 12 монет нефрит там тоже зачем-то нужен но я им не пользуюсь так ты где попал что ты знаешь об аномалиях немного и только то от мерхивок он говорит что некоторые демоны и животные мировой язвы потеряли рассудок из-за этих самых аномалий наверное это правда не стоял бы не стал бы мархивок нас обманывать ну да как вы жили все это время ты уничтожил иллюзии демонов и многие из наших не смогли остаться в здравом рассудке узнав правду они уходили из клана чтобы жить дальше отшельниками иные просто плакали и не могли остановиться это были уже это были тяжелые времена и все же мы были до мы были должны крестонос самодолг для саркарианцев не пустой звук мы посылали наших воинов для борьбы с мировой язвой а недавно мархивок собрал весь клан чтобы выдвинуться в из и рубеж ясно расскажи мне о зимнем солнце зимнее солнце было маленькой деревней едва заметной для жизни саркориса многие деревни тогда жили ослаблено каждая своей правды наш клан не был значимым наши предки не входили в совет вождей саркориса и не сжигали в очистительном пламени и их не сжигали в очистительном пламени у водопада полары их жизнь была спокойно и размеренно мировая язва открылась внезапно крупные кланы сражались с демонами малые бежали не были сметены демоническими армиями но нас ждала иная участь демоница и ребес зачаровала наш клан сделав нас невольными соратниками демонов и игрушками в их руках и только благодаря тебе нам удалось выстоять теперь мы единственный кто может по праву зваться истинными саркорианцами наше место здесь в изе где где когда-то вершились судьбы и собирался совет вождей пусть никто никогда и не звал клан зимнего солнца на столь великие дела давайте зарубить ее попробуем что почему ой она человек типа его ее обобрать можно а где магазин я хочу миллион цветков ну то есть она не распалась на эти формулы она прям человечный человек понятном который там глядишь даже в создании в каком-то адекватном ну и вот картинка спит с превьюшки лауда это их бог этот оленей а войти только в одно место можно в другие нельзя что ж ну пойдемте в родовой чертог хотя чуть-чуть остановимся так вот здесь мы все смотрели а вот тут давайте сюда сходим ты это паром бьешь что происходит реальность вздрагивает будто ее застали за чем-то постыдным и быстро возвращается в норму а во во а я думаю че он женщину бьет ой забавно блин они даже никаких фраз рандомных не выдают Так, тут мы все посмотрели Ну, можно заходить Тут ничего не изменилось Точно такой же Черток построили Сейчас все соберем себе Плащ устойчивости на плюс 7 Только он выглядит по-другому В чем его фишка? Ко всем спас броскам, да? Угу На тебе тогда его Алтарь, освещенный жрецами Дезны Ну, ладно Кстати, вспомнил Мне надо у Вольджифа чуть-чуть оружие сменить Так Когда я еще это сделаю Так Да какой мне там писали Вот этот вернуть Вот так Поменять, да Предлагали Вспомнил Жесткое умиротворение Ну, вроде все правильно Что мы там подбирали Опять всяк вокала Так От Нового к старому Ясно Ничего интересного Знания магии Тут засельчик должен пройти О, а его? А его точно пройдет Во льду покрывшемся Во льду Покрывающим водоем Прорублено отверстие для купания Холодная температура Поддерживается Магическим способом Вокруг водоема Чувствуются следы магии Воплощения И иллюзии Угу Так, ну давайте Вернемся назад Смотрели все, что надо А вот и ты, дорогой гость Располагайся Мой дом, твой дом Зимнее солнце Всегда чтило традиции Давно пора с тобой покончить Путироя Путиона Угу Чувствую этот DLC Так неплохо под Путиона Заточено уже Который раз он нам попадается И Путироя Который в принципе Везде функционален Из-за зря Да, я тебя сожру и все Ну ладно Махивох не сопротивляется Принимая ваш удар Его огромное тело Падает на зленич Глаза закрываются Ну-ка Эй Но через секунду Они снова открываются Махивох с трудом Встает на ноги Это было неприятно Давай не будем пытаться Повторить подобное В будущем Жрец в ужасе Отшатывается от Махивоха Кто ты и что ты О Интересный Какой диалог Открывается Я только что Убил тебя Что-то такое Я Мархивох Вождь зимнего солнца Варвар усмехается Но ты можешь Попробовать Убедить меня В обратном Ты не тот За кого себя Выдаешь Ты источник аномалии Мархивох Хмурится Оскорбить хозяина В его доме Великий грех У тебя есть доказательства Или ты просто Сотрясаешь воздух Этот парень Явно врет Давай Прищучи его Командир В тебе столько Лжи Бездна бы гордилась Тобой Но твоя ложь Не похожа на обычную Ты как будто Просишь Нас Не верить тебе Я напал И убил тебя А после того Ты встал Как ни в чем не бывало Какие еще Нужны доказательства Что здесь Можно сказать Мировая язва Источник магических Парадоксов В ее пределах Возможно Невозможное Это все что Это все чем Ты можешь Меня попрекнуть Но мне не нужны Доказательства Я просто это знаю Но уж нет Раз уж ты взялся Играть в мою игру Избыток То Действительно Ты будешь играть По моим правилам По крайней мере Пока мне это не надоест Ха-ха-ха Мархивох Находится В приступе смеха Который впрочем Заканчивается Так же быстро Как и начинается А мне уже Почти надоело Так А почему ты Назвал меня избытком Захотелось Мой дом Твой дом Хм Интересно Ну давайте пока Не будем сворачивать В это русло Диалога Поговорим на Другие темы С ним Так У меня есть вопрос А тебе и о зимнем солнце Конечно Что ты делаешь Вызи Я и мой клан Спешили к тебе На помощь Мы хотели Отплатить за то добро Которое Сделали нам Крестоносцы И Сразиться Вместе с вами У рубежа Но мы немного Задержались в пути И вместо рубежа Я приказал свернуть Выз Понятно Мы решили Отстроить это место И вернуть ему Былую славу С десяток домов Уже поставлены Еще десяток Будут готовы К концу недели Сейчас мы пока Говорим с тобой В Изи Вовсю кипит работа Расскажи о жизни Зимнего солнца После того Как я спас вас От демонов Когда иллюзии Твари и ребес Пропали Многие В деревне Впали в отчаяние Мы не знали Какое зло Творили И не ведали Что нам Как нам Дальше с этим жить Мы даже думали Покинуть нашу деревню Уже пожитки Собрали Но Явились ко мне Тогда духи И сказали Здесь земли Предков ваших Значит здесь вам Надвежит жить И умереть Собрал я людей И убедил их остаться С тех пор мы Крестовым походом Помогаем чем только можем Насколько я помню Твои отношения С еребес Были весьма теплыми Такое было Отнекиваться не стану Страшные дела Творил я Пока на моих глазах Пелена лежала Градиться тут нечем Но хорошо То что хорошо Заканчивается И в этом Моя тебе вечная Благодарность Командор Окей Зачем Вы отстраиваете Ис Этот город Наша столица Здесь раньше Проходили суды Здесь встречались Вожди кланов Всего Саркориса Чтобы держать совет Гназа Мархивока Светятся энтузиазмом Издревле Вожди клана Зимнего солнца Сидели В здешних Чертогах Отец Моего отца Был здесь Еще ребенком Успев застать Истинное величие Моей родины Если мы оставим Это место в разрухе То не сможем Больше звать Себя Саркорианцами Кажется Мархивок Говорит правду Возможно Кто-то Среди членов Его клана Сможет Подтвердить Его слова А сколько Мне не хватило Ого 63 Сложности Охуеть Интересно То есть Даже если Мы кубик На 20 Выкинем У нас будет 50 У кого Значение Навыка 30 Вы уже Говорили Об этом С Гесмерой Кажется Ее слова Расходились С словами Мерхивока Стоит Спросить Об этом Еще раз Твои слова Не очень Правдоподобны Тыволен Иметь Своё мнение А видимо Если Его Убить То Там Как бы Это Вылезет Все наружу Да Так Сейчас Посмотрим Так Знание Мира Это у кого Тридцатка У тебя На удивление Усила То есть Я Веер Могу Выдать В теории Ну-ка Что-то Мне Тридцатка Что-то Стоим Бля Я Жне Загрузился Ща Фиксирую Переобув Тридцатка так сколько у тебя теперь 35 легче не стало так у кого еще высокое знание мир большая своя мудрость и на все руки роба ханителя знаний сладкий сон интеллекта еще зависит да и от героизма на те героизм есть героизма нету 39 героизм высший боеверховой дракончик верховный дракончик значит да с тебя снять рубаху роба хранителя знаний с тебя дракончика 37 набрали да ну я дракончика не активировал сейчас должно быть 39 ну ладно хотя можно еще интеллекта за счет чего-нибудь прибавить себе пламенная атака созвучие баланса пламенная так созвучие баланса венец коменданта в обруч покорителя да 38 смотри давайте попробуем а фальтер зачем вы отстраиваете из этот город наша столица здесь раньше проходили суды ну да мы это слышали сколько мне не хватило на этот раз 57 выбросил ого ничего си 19 выкинул то есть мне все равно не хватило интересно но больше я не выдавлю из себя вообще никак а хотя а есть идея можно попробовать баф на интеллект выдать командором может пирканет а стендере 40 то есть даже так нам не хватает блин выкинем 60 максимум да да обидно конечно крайне обидно но можно сделать финт ушами просто интереса ради так по моему вот здесь давайте попробуем да да ладно серьезно 45 да емае но я до 51 сбросил теперь ниже уже никак хах хаха хаха на к то есть на него только если напасть ну попробуем еще выкружить хоба насколько вам известно зимнее солнце всегда была маленькой деревней незначительной в масштабах саркориса Клан Зимнего Солнца никогда не был настолько великим, каким описывает его мархивок. Своего места в свете вождей Иза он точно не имел. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Ты источник аномалий. Дальше начинается диалог. Ты понятия не имеешь об истории клана Зимнего Солнца. Что здесь можно сказать? Мировая язва — источник магических парадоксов. В ее пределах, возможно, невозможны. Так он тоже самое отвечал на то, что когда я его убил. И он снова называет нас избытком. Крайне интересно, конечно. Ладно, предлагаю. Наверное. Ну, давайте посмотрим, что он на это скажет. Я пришел сюда, чтобы уничтожить аномалии. Что ты можешь об этом рассказать? Знаю я, о чем ты говоришь. Только ничего особого в этих аномалиях нет. На болезни похоже, что зверям в лесу мозги крутит. Но бешенство обыкновенное. Тут, ну, так чаще его от мировой язвы... Ну, так что еще от мировой язвы ждать? Умирают эти звери так же, как обычные. Так что нам о них лопот не доставляют. Если честно быть, мы и без тебя с аномалиями неплохо справляемся. Ну, ладно уж, помогай, раз пришел. Ну-ка, давайте попробуем его еще покнуть разик. Ничего себе. Ладно, однако интересно. Интересно, интересно. Сейчас тогда предлагаю прогнать весь диалог, как есть. С учетом проигрыша по незнанию. И можно идти дальше. Так. Угу, угу. О, ничего себе, двадцатку выбросили. Прикольно. Прикольно. Редкий случай. Угу, то есть мы можем вывести его на этот диалог. Не через злой вариант. Ясно. Ну, давайте сходим тогда с слепой этой поговорим еще разик, что он вам прокомментирует про все это. Так, секунду. Давайте нажимаем. Так, мархивок говорит, что клан Зимнего Солнца имел собственное место в свете вождей в Изи. Это, это очень странно. Вождь Зимнего Солнца не может не знать таких вещей. Я, она прислушивается, убеждаясь, что рядом с вами никого нет. Я бы посоветовал тебе присмотреться к мархивоку. Мне кажется, что он сам не свой в последнее время. Угу. Так. Окей. Посмотрим, что он там сам не такой. Так, еще раз. Ага, ну и происходит этот диалог, который мы бы начали, если бы прошли проверку. Понятно. Отрабатывается тот же самый диалог. А если на эту тему поговорить с... Нашей подругой... Может, надо сдать какие-то дополнительные комментарии о происходящем. Угу, ясно. Можно, конечно, пойти поисследовать всякое. Глядишь, там мы найдем еще какие-нибудь ответы. У нас и без этого есть чем себя занять. Ну вот, я думаю, как лучше сделать, конечно. Ты пришел? Не могу, не трогайся! Не трогайся! Потестим, что будет, если его завалить. И поговорить об этом с... Нашей подругой. В первый раз промахнулся, причем. Угу. Вон, блин, жалко, что тут нельзя вот пройти. Вот, казалось бы, возьмите, да пройдите. Вот, вот. Или вот пройдите. Они берут и оббегают. Все. Угу, понятно. В общем, у нее нет никаких комментариев касательно того, если его попытаться выпилить. Поэтому пойдем исследовать карту. Чтобы разобраться в происходящем. Так, с чего начнем? Давайте сюда. Здесь, судя по всему, намного меньше идти. О. Блин. Ну, я, в принципе, нормально, конечно, забаф. Он мне хватит, наверное. Вперед в фрейку. кавани орать ставь его запьёк обши с они тут насуют конечно угу еще огонь что же вы делаете это вообще жесткие типы конечно ну попытаться стоило далеко ну ладно так в общем не нравится этот бой проходит и получше хочу подготовиться к нему зайду более заряженным раздам побольше ништяков себе всяких чушь мне сюда-то скинула неужели там не сохранился на входе так все супер кстати у меня по моему боевой порядок нарушен ну ладно плевать ну ладно я не волнуйся я не волнуйся Я не могу. Ну, я не могу. Что-то не ошибся. Я буду помогать, где я могу. Попросите хорошо. Если очень трудно не продолжить. Ты доверила достаточно. Эта война должна пройти. можно было еще ближе даже подойти живи-живи-живи-живи-живи жесть конечно твари вообще просто поганые ебать он вообще всовывает просто как не в себя да в смысле ебнулся потратить может на подъем кого-нибудь и жахнуть так ну ладно трудной заразы избавились уже хорошо так немножко осели ладно хорошо да да Возьмите свои ошибки. Я их еще там перепутал. Так, вот этих у меня, да. А был еще с такой же картинкой, но их 150. Вот, да, 110. Возвращение к жизни, пятый круг. А, ну он с минус левел делается, да? Да. Угу. Блядь, пиздос вообще, конечно. Взяли, мне просто всех вынесли. Ого. О, а там я демона видел. Ну ладно, пока никого оживлять не буду. Плечи командора, чтобы дожил до конца боя. Так, тихо, тихо, тихо. Вот он сам к нам пришел. Мог побольше ударить. Так, что-то изучить можно. Бездыханное тело иробет распласталось на камнях. Командор, иробет выглядит растерянный и помятый, но вполне живой. Гораздо живее, чем казалось в мгновение назад. Так, ну, внимание, я пройду магию, наверное, да, тоже пройду. Наверное. Мгновение назад ты была мертва. Мгновение назад ты была мертва. Никак нет, иробет, опешив, удивленно смотрит на вас, оглушенный и без чувств. Возможно, но я точно жива. От растерянности иробет сбивается на привычный рапортующий тон. Мы с разведывательной группой доткнулись на банду странных демонов и вступили в бой. Начали преследование. Здесь нас ожидала засада. Мы заняли новую... Мы заняли круговую оборону. Потом... Потом, не помню, меня чем-то крепко приложили, я отключилась на время, но точно не умерла. Вытянница опасливо щипает себя за щеку. Так, присмотреться к иробет. Иробет поправляет снаряжение и направленность ее движения бросается вам в глаза. Нет никаких сомнений, что перед вами левша, хотя иробет, ведущая, всегда была правая рука. Ну, давайте попробуем знания магии пройти. Нужно 12 минимум выкинуть. Почувствовать ауру, иробет, используя свою мифическую силу. Ага, провал. Еще раз. Этот воин был растерзан демонами в клочьях. Солдаты бились отчаянно, но противник был слишком силен и многочисленен. Многочисленен. Попробуем сразу тогда этот диалог начать, чтобы по 10 раз не переигрывать. В ауре окружающей иробет вы ощущаете странный диссонанс. Рябь хаотических эманаций проскальзывает по ней, заставляя блики на позолоченных доспехах нервно подмигивать. А воздух сгущается в облачко Марио. Я знаю, что с тобой что-то не так. Выкладывай правду. О чем вы, командор? Я. Иробет умолкает под вашим пронзительным взглядом. Наконец она устала кивает. Ладно, притворяться бесполезно. Да, со мной действительно что-то не так. Дело в том, что я не иробет. Иробет, которую вы знали, была убита вон там. Она указывает пальцем на место, где лежала минуту назад. Что произошло? Мы с отрядом, настоящий иробет, с отрядом держали здесь оборону и были убиты. Умирая, иробет упала на тела погибших от ее рук демонов. Затем нечто, что было в этих трупах, проникло в ее тело и начало его менять. Это изменение и создало меня. Угу. Что это были за демоны и что таилось в их телах? Они были чем-то неправильным, таким же, как я сама. Ярость, тяга к разрушению, садизм, все это было на месте. Но еще в них была какая-то растерянность, как будто они тоже понимали, что не должны существовать. И эта неестественность, которая была в них, смешалась с кровью иробет, словно трупный яд, и заразила ее. Иронично, ведь мы, паладины, неуязвимы для хворей. Войтельница города усмехается. О. Чувства подсказывают вам, что она говорит искренне, и слова ее звучат именно так, как сказала бы настоящий иробет. Угу. Что-то такое. Кажется, я ее копия. Я помню все то же, что и настоящий иробет. Я думаю и чувствую точно так же, за одним исключением. Я осознаю, что не являюсь оригиналом. Но я и не какая-нибудь иллюзия. В глоссе иробет звучит вызов. Я могу бояться испытывать боль. Я живая, и я по-прежнему люблю свою жену. Верна своей богине и готова умереть за своих товарищей. Угу. А там еще. Так, я решил, как поступлю с тобой. Перед тем, как вы решите, коммодор, учтите одну вещь. Да, я не настоящий иробет. Я вообще не знаю, что ее такое, но настоящий иробет больше нет, и я могу заменить ее. С какой вероятностью вы хотите вернуться к Аневии, что ее жена погибла? И сердцу ее теперь суждено быть разбитым? Если... Или что, все закончилось хорошо? Не знаю, что меня создало и с какой целью, но может я и заслуживаю право на жизнь. Может, живая иробет принесет в этот мир больше пользы, чем мертвая. Если ты чувствуешь и думаешь, как живая, значит, ты живая. Все остальное не важно. Разве нет, коммандор? Ну, я чувствую, если мы сейчас сбережем ей жизнь, снова типа это... Там... Земля под ногами, тучи, там вот это все. Ладно, возвращайся со мной в лагерь. Спасибо вам, обещаю оправдать ваше доверие. Наверное, вам стоит первому сообщить Аневии, что я жива, а то она отчасти лишится чувств. Может быть, может быть. У вас наполняет ощущение, что земля под ногами стала чуть более зыбкой. Цвета немного размылись, а звуки слились и перемешались. Ваши действия нарушили порядок и стабильность в этом мире. Да. Костя. Здорово, пацаны. Блин, мне бы просто поспать, на самом деле, перед тем, как драться с ними. Восстановить там слот и вот это все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИАЛОГОВ НИКАКИХ НЕТУ ДОСТАНОВИЛИ ВСЕ ПРОЕБАНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Хотелось бы верить, что ей вылечили болезнь у Силы Вроде бы вылечили, но ладно Это защищает нас ПОКАЗАТЕЛИ 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 ДОСТАТЕЛЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПОКОНИ Удалось развеять Ветра возмездия И все? А почему один только? Хм Ну маловато конечно будет, ладно О Даже лучше туда бафать Вот оно что Да, давайте туда бафнем Их там трое стоит Это пополезнее будет Ну тут что-то я Крылатик это и не приметил сразу Он там стоит В тумане войны Не видать его Даже давай-ка Ты лучше это сделаешь У тебя это намного лучше выходит Ого А как там еще больше Героизм Героизм Ускорение Ну хорош Хорош Надо было ускорение еще Бахнуть Ооо, так там еще один стоит Ну ладно Я до всех дотянулся Я прям очень так по-читерски сделал Тут лучше перебдеть Она что Наверх не достает Подожди Серьезно Да Он не попал В зону действия бафа Это что такое Связь охотника Ну нормально Нормально Откуда у меня их 16 Их же было меньше Почему Ладно Не суть Не держи Серьезно Может пуганем хотя бы Вроде пуганули Ага Классно Так С него Поразвеивать По-хорошему Сначала А то мы просто Все в молоко Спустим Зачем с него Тогда Не началось С него Понятно Так Ага Этого пуганули Ну-ка 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 Я может Отслежу Нет Не отследил Ну ладно Так Где тут Этот Ага В обоих случаях Надо идти Да И всего Один ход Ладно Так Так Продолжаем Развеивать Магию С Врока Блин Самая пизда Ты-то Не развеяли С него Отойди Подальше Лучше Жаль Пробуем Еще Ух Вообще Как детей Отстоптали Так И этого Беглеца Нам еще Быть Дождаться Оу Это Чуть Так Это Потому Что У него Тот Штука Включена Все Все Можно было Даже За щитой Чега Не тратить Но Ладно Так Там Какая-то Полянка Интересная Давайте Пока На нее Не пойдем Время Смешаю А че Я тебя до этого Ты не видел Дружище Как-то я тебя не заметил Совсем Не удалось Ладно Пока порядком намазали конечно так потом вольф будет ходить на давай вольфа зарядим тогда дотягиваешься бля этот товарищ готов это такое давайте изучим реальность вздрагивает будто ее застали в чем-то постыдном ага так угроза этого мира еще на сквозь гроза для этого мира не там какие-то голоса слышу странные не ожидал тебя здесь увидеть и убегает да алтарь алтарь горума был установлен здесь совсем недавно похоже паломники зимнего солнца всерьез взялись за освещение крестных земель давайте сделаем понятно ладно здесь больше нечего делать мы тут вон упустили чё ну-ка давайте назад там вон какой проход есть интересный мы будем победить во да реальность вздрагивает вот это все кровавый охотник почет сюда добро пожаловать дорогая гость что то есть на эту полянку можно зайти с разными ясно ясно лидом но опять наш друг здесь тусуется командор мы поговорим с тобой в доме вождей да ну ладно он там снова можно застать реальность зачем-то постыдным что что происходит я только отвлекся глотнуть ко кофе блядь ну я хочу первым сходить так-то я инициировал бой я я я блядь нет обидно но сила еще раненая это че еще за нахуй не понял это че за ептать ты ничего черт не попутал так атаковать меня да 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 давай вали отсюда но не не попробуй попади еще сюда сохраняемся тегер это блять огромные эти модельки 50 вообще просто невероятно а а ну че то удалось там по мелочи развеять но что в общем этот бой конечно не просто надо ему готовится намного лучше и еще и 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 блин нам бы вот этого товарища в бой завязать по хорошему Вот он сейчас опять свое копье там метнет. И пиздарики нам. Хотя, может, если я тебя к нему отправлю? Может, я тебя к нему отправлю? Почему я? что он странные вещи делает эй 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 так 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 я запрещаю учу блин мне бумаги лучше развеивать конечно чем заниматься боем с этими товарищами о ничего себе вековой древень так опалкой дотянешься еще разик так а внеочередную атаку получу ух расширшно так как так 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 мистер тигр так 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 и так Потому что потому Ладно, хер с ним Надо его завязывать Видимо уже Ох, вот это прям Замечательно Это значит, что он не сходит в этом ходу Так, а мистер Древень Там идет до нас вообще? О, пауки даже попадают Отличие от тебя, Вольджер Постыгись Да в смысле, блядь, а? Да как это вообще? Просто пиздосий Древень, guide my hand Make your peace О, пауки даже Че, ни до кого прикольного Мы не дотягиваемся, нет? Ну давай силе дай Нафиг вообще улетел туда Блин, его там нафиг сметут Вообще просто Ладно, Вольджика не тронули Уже хорошо Да ты, блядская собака Ты же Я же твой хозяин Какого хуя? Блядь И бафы проебал Мне это бесит больше всего Потому что потом это говно Полчаса раздавать Самая вообще мерзкая часть геймплея Это грех Прямая Блажа Вольджи Блажа Моди Блажа 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добиваем Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я его видел потому что Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Пыщ-пыщ-пыщ-пыщ Все встало на место Увздрагивалась Реальность Угу Но мы почти круг уже дошли Полный Но Я думаю на этом закончим Давайте следующей серии продолжим Так что всем спасибо за просмотр И пока-пока Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok